всем всем снова большой привет снимаю вторую часть своего разбора моих помад и блесков мы в первой части уже разобрали часть моей коллекции если можно так сказать вот эти помады те которые я оставляю себя это то что я выкидываю либо отдам может быть кому-то из близких кому они понадобятся но а это нам предстоит еще разобрать все кому интересно такая тема прошу оставаться со мной кто не смотрел первую часть я думаю она будет тоже интересно потому что там много сводчей то много того что сейчас можно приобрести еще и купить поэтому приглашаю вас посетить и первую часть тоже снова хочу ответить на вопрос зачем мне так много помад но я помады люблю если бы это было не мое я думаю у меня бы и бьюти канала бы не было поэтому раз я здесь то давайте не томить а продолжим еще одну помаду я нашла в общем прошла себя по своим сумочкам по последнему с которыми я ходила нашла еще три или четыре средства для губ и поэтому доложила тоже от мэрика и еще одна помада я помню что у меня их три было на самом деле вот они все 32 мы оставляем и смотрим третью конечно третью я тоже оставляю это совсем совсем недавний подарок от подруги все три помады вот такое название эту помаду я просто обожаю она мне очень идет так укус видите даже камера растерялась настолько вот она как красивая руку я конечно немножечко уже натерла свой чем из первых помад 30 минут стирала вот такая красивая красивая она такая нюдовая уходящая в коричневый но такой светлый коричневый красивый на губах красиво смотрится такой и вечерний можно макияж сделать с этой помадой и также на каждый день но такой повседневный тоже нам нормально смотрится так вот здесь вот две помады они одинаковые сейчас и его на их по моему переиздал и мне кажется что сейчас вот эта линейка она называется леди и выглядит скажу так вот так если я ничего не путаю то теперь это вот так выглядит а было вот так но мы сейчас посмотрим вот я не уверена но может быть это все из одной из одного теста очень вот эти помады они кажется одинаковые но сейчас мы это все узнаем так название смотрим ну циферки все закрывают но видно что они действительно одинаковые а то у меня идет целая так фокус одна целая а вторая уже немножко остается дело в том что я очень любила эту помаду потеряла ее в одной из сумочек и так по ней скучала что заказала себе целую но пришло когда это пришла была найдена предыдущая поэтому помаду меня теперь таких две эти помады чуть-чуть подсушивают губы мне этот эффект нравится вот так она смотрится думала я думала все таки одно подарить вторую оставить но они сейчас уже не сдаются поэтому ну пока я конечно обе подержу но если нет давайте сделаем так вот эту я себе оставлю я ее до пользую а уже которая целая новенькая все-таки пускай ей кто-нибудь тоже еще может быть кому подойдет поиграются тоже потому что у меня при таком количестве ясно зачем так много ну и давайте вот эту посмотрим сразу это уже леди узнаем не одно ли это и тоже я не знаю как тут показывать не знаю увидели вы чего нибудь или нет но посмотрите мне кажется она в чем-то идентичные но если это одно и то же но чуть-чуть отличается но вот не этих двух хватит тем более вот эту помаду можно купить она регулярно в иван продается и очень даже недорого так оставляем это отдаем давайте я вам покажу вот такие две из серии люкс тоже это мерцающие светящиеся как-то они так называются от эйвон давайте у меня посмотрим два оттенка есть на сфокусирует ли тут чего-нибудь я плохо совсем стала видеть в камеру еще мелче одна вот такая совсем светлая очень красивый у нее там шиммер бледный мой бледный мелкий шиммер очень красиво мерцает красиво смотрится мне очень нравится вот эта помада это конечно же так эту оставляем эту мы оставляем тоже давайте посмотрим она мне тоже нравится все что светится мерцает тоже никак не сфокусирую все мое и все мне надо надеюсь видно если вдруг не видно их не так уж и много в каталоге на вид темная но на самом деле она вот такая очень красивая не ну кто любит матовые те наверное думают ну и сорока сидит и прямо над блестяшками там как царь кощей над златом да вот я такой кощей мне очень-очень нравится так вот такие две помады это от фаберлик были они шли под номерами первое 41097 давайте с нее начнем карандаши такие помадные вот такой яркий цвет в стике много прямо много этот цвет мне не идет поэтому я ее отправляю в освоясь а вот это мне идет побольше ну получше 41095 эта помада у меня в косметичках месяца мелькает но тоже видно что я ее не настолько часто использую поэтому оставлю только ее такие яркие они плотные яркие красивые мне одной пока хватит ну а ту отдам так дальше это тоже помада леди не знаю будет видно или нет но это такая лимитированная версия видно надеюсь здесь тоже видите она такая достаточно светленькая ну что у меня фокус сразу теряется я как пока а ну как нет он не теряется правильно я просто приближала давайте мы эту леди посмотрим вот сюда я ее нанесу она похожа вот с этой да ну вот получается вот это вот это и вот это все леди да видно что они чуть-чуть такие подсушивают симпатичные тут небольшой объем 1,7 грамма кажется потихонечку буду этими пользоваться так вот здесь еще две есть это от the one тоже какая-то мерцающие светящиеся вот типа waven вот эти люксовские только вот из oriflame я ошиблась и заказала не тот цвет когда заказывала ну пусть будет у меня таких нет цветов ну цветов 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 помад поэтому пусть будет на губах она смотрится как блеск такой тоже с блесточками симпатичная пусть будет она тоже ее не так много в стике я такую как уже говорила в первой части на лето все что имеет такой коралловый потом у меня идет хорошо в лето так тут сверху остаются у нас блески внизу помады вот эта помада это уже старая помада от faberlic номер смысла нет показывать это была такая полупрозрачная серия вот у меня ее осталось вот столько надо бы в ближайших косметичках ее поиспользовать ну и с остатками расстаться вот так она смотрится аромат приятный ничего не делается пока вообще как крыгина говорила и как я тоже слышала помады не портятся может испортиться отдушка самой помаде ничего не будет поэтому срок годности у помад он относителен единственное что я хочу сказать у блесков этот номер не проходит блески портятся и помады наверное есть такие текстуры когда они вот наверно полупрозрачные типа как по типу блесков может быть и портятся не знаю но как я слышала то если даже и срок годности он относительный дальше вот такие вот две это от Avon уже такие не выпускают в Avon давайте посмотрим оба цвета шикнет вот так она выглядит тоже крайне редко я использую можно было бы и чаще очень яркий насыщенный такой цвет вот чем-то схож вот с этим да не знаю оставить или давайте я ее вот сюда отправлю пусть у меня ее не будет так и тут мне вообще коричневые не идут они меня старят если можно так сказать про помады ну знаете наверное старят как-то не совсем правильно говорить у меня возраст тоже не 20 лет они меня не освежают и вот такая вот помада этой я уже пользуюсь это меня освежает хоть она как вот многие десять одинаковых розовеньких двадцать одинаковых сиреневых ну пусть будет так это не перепутать вот сюда давайте я с ним сводчи пока сотру хочу снова попросить прощения за это мой осипший голос он у меня уже вернулся после болезни но к сожалению пока вот такой вот еще не полностью восстановленный поэтому я противненько поскрипываю все рука моя чистая смотрим дальше вижу вот такую от фаберлик это недавняя последняя даже новинка или сейчас по-моему еще выпустили какую-то новенькую ну и вот из красивых вот с зеркальцем сорок три ноль тридцать три оттенок я немножко ошиблась цветом вот такой вот тот что я взяла честно вот я бы ее наверное отдала бы я я ее скорее всего и отдам после того как куплю из этой же серии какую-нибудь себе на замену потому что мне очень нравится дизайн такой симпатичный она у меня одна единственная но с цветом я прогадала поэтому как только у меня появится что-то на замену эту я отдам тому кому она подойдет больше так в эйвен вот такая у меня есть помада из эйвен в красном колпачке вот так она называется это я люблю какой-то сиреневый в названии сиреневый то есть я вижу что это не сиреневый цвет но деликатный сиреневый он вроде как-то так по каталогу назывался но не знаю для меня это такой не знаю как описать такой цвет но как бы вот даже деликатность сиреневого я тут не вижу но это красивый цвет который мне нравится я люблю зимой его носить осенью люблю его носить но не так часто потому у меня много поэтому рука не так часто дотягивается так вижу от oriflame еще одно это наверное в старом оформлении в первой части я показала сейчас в новом оформлении белый колпачок в принципе то же самое осталось а это вот в старом оформлении я покупала вот такое название и вот такой цвет тоже сиреневый такой красивый вот такой они похожи единственное что вот у этих помад идут видите как надломы что ли у нее очень большой стик сейчас ту не откопать вот настолько насколько они схожи вот я даже не знаю может быть это вообще похожий цвет но я их вместе ни разу не соединяла я то той пользуюсь то этой но это я давно не пользовалась как ту подарили так то и пользуюсь так что если они окажутся даже похожи я буду только рада долго не закончится так от фаберлик вот такая золотая серия 43 067 оттенок вот такой в коралловый тоже уходящий такой мне не идет как и первый вот тоже я ее купила по каталогу и ошиблась поэтому тоже эту красотищу вот прям жалко конечно но ну футляр жалко помаду не жалко тоже придется отдать ну и это тоже потом уйдет потому что ну не подходят мне такие очень жалко что только с помадами такое вот часто происходит когда ты не попадаешь в цвет вот давайте вот эту покажу это у меня очень любимая была лимитка такая вот с кристалликами Вейвен я ее регулярно показываю в косметичках месяца она нескончаемая яркая красивая мне очень идет вот смотрите вот с этой вроде есть схожесть какая-то но вот это вот в бордовость а это в красноту хоть там не в красное тоже не идет но может и поношу и разношу может ладно не сказать что она мне прямо прямо уродует нет ну может просто привыкнуть надо ладно это оставляем что-то у меня горка уже растет да не уместится сейчас я буду наверное туда кидать это тоже лимитка была в фаберлик года два назад вот столько у меня ее осталось я с ней наверное сейчас расстанусь вот она такая и мне она не очень идет вот она тоже видите вот идентичная а у меня сестренка она блондинка многие ее знают я и песни давала ссылку слушать она беленькая вот ей как раз коралловая все очень идет мы с ней в этом отношении разные то что мне не идет для губ ей идет вот так что может быть ей подойдет единственная матовая помада которая у меня есть это от от Vivienne Sabo да в номере в номере 212 она очень темная я когда была в магнит косметик и смотрела эти помады там такое яркое освещение что мне показалось буквально нюдовый оттенок я на радостях схватила но она очень яркая я ее носить ношу но сверху покрываю блеском поэтому ничего матового опять мне не светит вроде бы и матовая но приходится сверху покрывать блеском так куда идут сюда дальше еще одна помада от Avon Ultra давайте посмотрим какой тот цвет вот такой цвет достаточно такая темненькая это новенькая у меня очень она мне нравится она очень красиво ложится на губы благородно прямо очень буду носить с огромным удовольствием раньше мне такие не шли теперь идут давайте я сотру прошу прощения за два ты ролика уже голос садится так рука чистая давайте последние помады посмотрим и неужели мне придется третью часть наверное делать для блесков так вот я вижу непохожую помаду на остальные это вот такой бочонок бочонок от Avon давайте посмотрим что здесь написано вот такой пинг мне эту помаду дарили она ко мне приехала в посылке она мне не очень идет к сожалению не очень идет если даже честно она мне совсем не идет наверное эту помаду я кому-нибудь отдам тоже не мое она очень красивая для тех кому идут такие оттенки она очень смотрится красиво у меня пигмент губ практически белый и эта помада выбеливает и вид очень некрасивый становится поэтому вот она пойдет сюда так чего еще давайте фаберлик остался мы называем это с окошечком я не помню как она точнее называется цвет 4 0065 такой вот симпатичный оставляем это недавние мои уже покупки две у меня есть вот с такими колпачками 45 45 97 45 98 давайте по номеру 97 45 97 посмотрим вот такой оттенок он мне не подходит поэтому с этой я расстанусь я ее пыталась с ней подружиться прямо много-много раз пыталась и не получилось а 45 98 это любовь навеки вот такая она очень-очень красивая это сто процентов остается радует меня дальше эту я просто обожаю классная помада туда ее так есть такая помада черная вот сам стик видите есть с золотыми а этот черный там 42 0 28 цвет вот так вот она темненькая это по-моему тоже была какая-то лимитированная версия слишком она оказалась темной я ошибочно ее купила то есть в названии было что-то натуральное но поверьте ну или глазам словам это ничего натурального нет это реально темный цвет мне он не идет поэтому с этой помадой я тоже расстанусь остается четыре помады первая это уже вот такие золотинки 42 0 23 вот такая светло-розовая ну не мое но я с ней еще поиграю лето летом попробую поносить потому что будут еще разборы помад я думаю что будет время когда я тоже с некоторыми еще расстанусь 46 16 это остается вот так она смотрится кстати тоже персик видите есть персиковые но это остается со мной 46 12 это тоже со мной остается такой вот прямо нют нют вот такой красивый цвет оставляем и 45 99 это помада моя любимая она у меня уже куплена второй раз вернее первый раз мне ее дарили и потом я купила второй раз уже сама то есть это помада которая у меня закончилась вот ну что давайте оставим на третью часть вот это то что чуть-чуть тут еще осталось спасибо всем за внимание за терпение смотрите у нас хорошо получается этот разбор все таки не зря мы сели и разобрали мои помады давайте посмотрим что же будет с блесками еще сейчас пока с вами со всеми прощаюсь и до следующего ролика всем пока